Работа по благоустройству продолжается. На днях завершился сбор предложений от граждан по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2025 году. Из десяти предложенных на выбор территорий, навуральцы выбрали две. Они прошли на этап рейтингового голосования и продолжат участие в конкурсе. Антон Сапогов расскажет подробности. Для сбора голосов жителей были предоставлены несколько коммуникативных площадок. Большинство горожан голосовали в социальной сети ВКонтакте, а также на сайте и телеграм-канале городской администрации. Откликнулись 2120 новоуральцев. Они отдали предпочтение двум общественным территориям. Это аллея рабочей молодежи в южном районе возле 40-й школы. За нее проголосовали 31% от общего количества участников. Второй объект — эспланада в привокзальном районе. Имеется в виду череда лестничных маршей со стороны от вокзала наверх к детской художественной школе. У эспланады 23% голосов. Эти объекты вышли на рейтинговое голосование с большим отрывом. Остальные объекты — три аллеи, четыре сквера и центральная площадь — набрали считанные проценты голосов. Теперь горожанам предстоит выбрать из двух лидеров одного победителя. При этом по стоимости благоустройства они различаются в восемь с лишним раз. Аллея молодежи — это в районе 30 миллионов рублей, да? А вот эспланада в большом виде — это 246 миллионов рублей. Но это не переживать точно. Поэтому уже прям проектируем и разбиваем на три этапа. Аллею рабочей молодежи можно благоустроить за один строительный сезон. Правда, технически этот ремонт возможен только вместе с ремонтом стадиона 40-й школы, который уже стоит в планах. Я бы хотела, чтобы тут были фонари, чтобы были очень красивые фонари, чтобы хотя бы они светили, потому что здесь всегда темно. Хочу, чтобы тут были красивые цветы, чтобы просто тут было красиво. Поменять скамейки обязательно, это раз. Сделать освещение по вечерам, чтобы люди ходили. Ну, конечно, и ограждение школьной территории, чтобы смотрелось все как следует. И чтобы сохранили вот сирень. Тут так красиво, летом вообще классно, когда вот все цветет. Вот и все. Света не хватает, не хватает фонарей. Именно вот по этой всей прямой до свечек прямо очень не хватает. Особенно в зимнее время, когда уже темнеет рано, не хватает очень света. Очень страшно тут ходить. А так, в принципе, все устраивает в аллее. Благоустройство же эспланады может занять три года и больше. Самая дорогая часть этого объекта – нижняя, потому что там запланирован фонтан. В средней части эспланады разместятся торговые точки. Наверху проектом предусмотрена зона для отдыха. Я не судовод, так что не могу подсказать, что здесь посадить. Но деревья, можно кусок каких-нибудь натыкать, будет красивее, конечно. Деревья зеленые, там скамейки какие-то красивые. Лестницы более какие-то красивые тоже. Я бы хотела, чтобы здесь было что-то для деток. Какая-то, так как уже здесь есть площадка, не хватает какого-то парка, ну, какого-то благоустройства в виде скамеек, в виде каких-то детских, может быть, вот тут походу каких-то детских развлечений. Несмотря на то, что там есть большая площадка, можно было бы еще вот здесь что-то для деток. Официальной организации поручено актуализировать уже готовые эскизные проекты. И с 18 февраля стартует рейтинговое голосование, в котором могут принять участие все горожане. Антон Сапогов, Михаил Карелин. Объектив. Итоги.